Неделя опыта, мастерства и умений. Сделать начало осени бодрым и полезным для радиослушателей решили две радиостанции, которые входят в союз независимых медиа – ВИБИСИ и ЛЕМА. Совместно с партнерами и друзьями они воплотили в жизнь проекты, посвященные образованию – школьному, профессиональному и дополнительному. С 30 августа по 5 сентября в эфире радио ВИБИСИ давали мастер-классы и рассказывали о различных нюансах своей профессии ведущие специалисты в своих областях. Слушатели ВИБИСИ могли стать участниками познавательных конкурсов и получить шанс выиграть памятные призы. Партнерами акции стали инвестиционная компания «Фридом Финанс» и автошкола «Фаворит». Территориальный директор инвестиционной компании «Фридом Финанс» во Владивостоке Игорь Румянцев рассказал в прямом эфире, во что сегодня выгоднее всего инвестировать и как делать это безопасно. «Люди, кто, например, только начинает свою трудовую деятельность, каких-то доходов не имеет, но имеет какое-то желание создать какой-то свой пенсионный портфель, что-то вот такое на перспективу, здесь для них достаточно простое правило, которому, честно, я сам следовал 10 лет назад, когда начинал. Это минимум 10% своего дохода. Вот как бы есть такой принцип «заплати сначала себе». Как бы это банально не звучало, это там Киосаки, Роберт Киосаки, в книгах его написано, там у многих-многих всяких вот этих вот финансовых консультантов. Звучит банально, но, честно, реально, это как раз вот если каждый месяц там минимум 10% откладывать, ну, в идеале больше, если получается, да, вкладывать в правильные какие-то биржевые инструменты, через пять лет на самом деле удивитесь, потому что это будет достаточно уже неплохой капитал, с которым вы просто будете себя чувствовать финансово, ну, как минимум, независимым». Не менее интересная акция прошла на Радио Лема. Неделя знаний была приурочена к самому волнующему событию в жизни юных приморцев и их родителей – началу учебного года. В течение недели в студии Лемы проходили эфиры с интересными гостями, а также веселые и познавательные конкурсы с отличными призами. Спонсорами проекта стала сеть магазинов товаров для дома «Зеленый остров», сеть салонов мужской одежды «Сударь» и развлекательный центр «Пандорум». Генеральный директор центра Павел Хабибуллин вышел в эфир Лемы. «Кто тестит, вот ваш, есть какая-то такая фокус-группа, которая тестит все ваши квесты?» «Перед тем, как он будет запущен, конечно, есть». «Сами проходить? Ну, вы все знаете уже, да? Как вот самого?» «Ну, сами мы проходим, это когда технический тест. Технический тест – это мы проверяем, что все работает, все работает так, как нужно. А потом проходит, собственно, как вы говорите, фокус-группа, то есть разные люди разных возрастов и дают обратную связь». Также в эфире Лемы побывали директор первого и единственного частного детского сада в Первомайском районе «Солнечная полянка» Валерия Сгиблая и замдиректора средней общеобразовательной школы номер 73 города Владивостока с углубленным изучением предметов эстетического цикла Елена Манзерева. «Школа, когда открывалась, было понятно, что район, где открывается школа, удален от центра, и нужно как-то сделать все, чтобы дети получали все дополнительные услуги, не выходя из школы. И поэтому была очень удачная выбрана идея – открыть школу в школе. И, значит, больше, чем 30 лет назад эта идея осуществилась, открылась такая замечательная школа, где дети могли не только получать знания общеобразовательные, но и изучать, и познавать мир искусства посредством музыки, изобразительного искусства, танца». Завершали неделю знаний представители спортивной общественности. Главный судья соревнований по гонкам на лодках класса «Дракон» Юрий Грачев и председатель судейской коллегии Владимир Шувалов. Олег Завьялов, Денис Фадеев. Новости на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok